Всем привет, меня зовут Лена, рада видеть вас на своем канале, и сегодня у нас достаточно необычная тема, которую мне подсказала одна моя подписчица, спасибо большое за идею. Эта тема звучит изящные шлейфовые ароматы. Кому интересно, оставайтесь со мной, а также не забывайте подписываться на мой канал. Тут сразу же дисклеймер. Шлейф, как и стойкости, это очень-очень субъективное понятие, и поэтому то, что шлейфовый для меня, совсем не обязательно может оказаться шлейфовым для вас, и наоборот. Вот. Дисклеймер номер два. Я в очередной раз хочу призвать к умеренности, потому что стремление, чтобы за тобой летел красивый шлейф, понятно, но очень важно не переборщить. Для меня, когда девушки, и не только девушки, этим, в принципе, и парни иногда грешат, переборщиваясь духами, это примерно то же самое, когда человек в людное место приносит колонку и слушает на всю ту музыку, которая ему нравится. Ему в этот момент хорошо, он, может быть, считает себя крутым, но при этом он доставляет дискомфорт другим людям, потому что, во-первых, им может не нравиться эта музыка, во-вторых, они могут просто хотеть побыть в тишине, и я призываю не врываться в чужое пространство ни резкими звуками, ни резкими запахами. Умеренный и легкий шлейф — это хорошо, но не нужно в стремлении произвести впечатление или сделать свои духи заметными, выливать на себя полфлакона «пожалуйста». Что я понимаю под изящными шлейфовыми ароматами? Это ароматы, у которых есть шлейф, при этом он не очень громкий и яркий. Чаще всего шлейфовыми стойкими как раз являются суперяркие, гурманские, кожаные, алкогольные ароматы, яркие цветы, ну то есть то, что прям действительно ух! Я люблю сама такие ароматы, но иногда хочется чего-то более акварельного, прозрачного, чистого, но при этом хочется, чтобы шлейф все-таки присутствовал. По моему опыту, те ароматы, о которых я расскажу сегодня, подходят под эту характеристику. Шлейф есть, но при этом он тонкий и изящный, как струящийся шелковый шарф. Я надеюсь, что вам будет интересно, давайте уже обсуждать аромат. И первый аромат, который я хочу показать, это Chanel Chance Viv. Я в целом неплохо отношусь к линейке шансов, но Viv мне нравится больше всего. Здесь очень сочные яркие цитрусы с жасмином на фирменной шанелевской базе. Он звучит благородно, ярко, при этом он не вызывающий, он не кричащий, его нельзя назвать плотным. Он достаточно свежий, фруктовый, с цветочным нюансом. Он не звучит прозрачно и акварельно, он вот где-то посерединке, но все-таки я отнесла его к изящным шлейфовым, потому что это все еще легкая ткань, а не протупее по лицу, поэтому он в этой подборке. Следующий аромат это Pure Poison Dior. Мне нравится линейка ядов, и он из них самый невинный и легкий, на мой взгляд. И они там в целом все яды достаточно интенсивные, шлейфовые. В подборке изящных, естественно, оказался Pure, потому что это прохладные белые цветы. Здесь такой белоцветочный букет. Здесь и жасмин, гордения, немного апельсинового цвета и чуть-чуть сладковатой корицы. В итоге он получается ярким белоцветочным, но при этом как будто немножко прохладным, сглаженным. Из-за этого он, мне кажется, мало кого может напрячь, но при этом будет заметен. Следующий аромат от бренда Jo Malone. Мне кажется, их ароматы в целом очень неплохо вписываются в эту подборку, потому что они все довольно прозрачные, легкие, но при этом лично на мне достаточно хорошо держатся и заметны. В эту подборку я включила Honey Cycle Davana, потому что я, по-моему, о нем ничего не говорила, а аромат заслуживает внимания. Вообще Davana это разновидность полыни, но полынью это не пахнет. Для меня это скорее пахнет чуть-чуть недозрелыми абрикосами и зеленью. А вот Honey Cycle это жимолость. Я плохо себе представляю, как пахнет жимолость, но ощущаю легкую прозрачную цветочность. Изящные шлейфовые, в моем представлении, это как раз очень часто цветы, но довольно нежные и деликатные. Это как раз тот случай. Davana дает зелень и легкую фруктовость, а жимолость дает цветочность. Аромат летит, в нем хочется жить, дышать, порхать бабочкой. Очень приятный и абсолютно, как мне кажется, не привязан к сезону. Следующий аромат тоже цветочный, и когда я задумала эту подборку, я вспомнила о нем едва ли не в первую очередь. Это Мартина Миколев Ананда. Это такой символ весны. Мы уже очень-очень много лет с ним вместе. Мне недавно в комментариях написали, Лена, вы повторяетесь. Здесь, естественно, я повторяюсь, потому что видео выходит часто, шкаф не безграничен. Но я давно не говорила о нем, и очень зря я не устану напоминать о нем, особенно в преддверии весны. Мне кажется, его нужно выписывать просто как средство от авитаминоза, потому что помимо того, что он очень жизнеутверждающий, он как будто бы бежит вперед вас и оповещает о том, что хе-хе, весна скоро настанет. Ананда пахнет мимозой, дюшесом и сливой. И он такой немножко телепортирующий тебя в детство, где дюшес из большой бочки такой, знаете, я думаю, что мои ровесники и те, кто чуть постарше, помнят лимонад из бочек, вокруг которого слетаются сразу осы. Вот это уже, знаете, первые бочки на улицу выкатили, еще даже листья полностью не раскрылись, цветут первые весенние цветы, и ты бежишь по еще прохладной такой улице, конец апреля, начало мая, чтобы выпить первый дюшес. Вот примерно про это аромат Ананда. Здесь еще есть легкая сливовость, но слива здесь желтая, такая медовая, и получается здесь такой цветочный, солнечный букет с дюшесом и со сладкими фруктами. Очень красивый аромат, настоящий антидепрессант, часто критикуют флаконы, но я обожаю флаконы Ананды, и эти стразы будоражат мою душу, потому что, я думаю, заметно, я люблю блеск. Блеск — это красиво. Следующие ароматы мои из вечных гостей обзоров. Мы с Тамарой ходим парой. Практически сразу подумала об Ананде и о них. Это, конечно же, Виктор Андроуф. Это их бочковая коллекция. Я не уверена, что она долго проживет на полках. Сейчас их уже сложно купить, но если вдруг у вас представляется возможность, и если вы взвесили все за и против, или вдруг вам вообще удалось попробовать, то я прям советую покупать, потому что настолько хорошие композиции, настолько они все грамотные. Первый аромат, о котором я хочу покупать, — это Dancing Rose. Это легкая свежая розочка и китайские вишни. Такие сладковатые, чуть с кислинкой. Чем меня удивляют ароматы этой линейки, это тем, что они абсолютно эльфийские, но при этом лично на мне там какой-то невероятный длинный шлейф, и я себя чувствую Леди Гагой с трехметровым шлейфом из органзы, которая идет куда-то выступать. Но вот такое ощущение. Они очень яркие, но при этом их нельзя назвать плотными, удушающими, где-то, знаете, вульгарными. То есть иногда есть такое ощущение, когда ты чувствуешь шлейф, и ты вот чувствуешь, как будто бы старались. Не знаю, насколько вы сейчас меня понимаете. То есть иногда бывает, что ты ловишь шлейф, и понимаешь то, что носитель вот прям хотел, старался, чтобы шлейф был. Здесь такого нет. Ты делаешь пару пшиков, и это вокруг тебя летит, переливается, искрится, загорается искорками алмазов, и это офигенные ощущения. И еще что занятно. Раскрываются они по-разному. Например, я не так давно в базе розы почуяла ветивер, и очень сильно удивилась, потому что ветиверное звучание было яркое на уровне Сикамор Шанель. То есть оно всегда как-то по-разному поворачивается. Любить, обожать прям не могу. Ну и следующий лавандый иллюжен. Это про лаванду и черную смородину без котиков. Аромат такой синий. Он светится сине-фиолетовым светом, как и по ложной лаванде, как и по ложной смородине. И он такой очень успокаивающий, но при этом не дающий тебе заснуть. Это такая лаванда, которая говорит тебе, расслабься, но мы не будем отдыхать, мы просто в спокойном состоянии, пойдем и покорим этот мир. Обожаю их. Здесь такая легкая кислинка, как будто чуть грейпфрутовая. И лаванда здесь, несмотря на то, что она соседствует с ягодами, и казалось бы, что это намекает нам на то, что она будет сладкая, но нет, лаванда здесь как раз-таки сухая-сухая, даже чуть-чуть першит в носу, но за счет фруктов это не скатывается в какой-то мужской одеколон из прошлого. Очень грамотно сделаны оба аромата, и я обожаю их шлейф, просто обожаю. Последний аромат подборки. Очень капризный к погоде, дружочек, но его шлейф просто делает какие-то невероятные чудеса, и сколько раз у меня про него спросили, мне его прокомментировали, я была очень удивлена, потому что я не позволяю себе даже легкий аромат распылять на себя в огромном количестве. Я делаю пару пшиков и иду, но Amoage Reflection просто покорила огромное количество людей, если носить его в правильную погоду. Когда он у меня только появился, было достаточно солнечно и тепло, когда я в нем первый раз вышла, и я очень плевалась, потому что, пардон Муа, но он пах туалетным освежителем. Вот он прям пах туалетным освежителем из нулевых, которые стояли в уборных тогда, мне кажется, у всех, и мне очень не нравилось. Но, когда я решила дать ему шанс и надеть его в дождик, это был просто отвал вообще всего. Межсезонье, влажность или климат, приближенный к влажности в теплое межсезонье, это идеально для него. Он будет звучать райскими кущами, он будет звучать просто садами, по которым ходят феи. Это будет просто космос. Я не знаю, я не знаю, как это описать. В общем, это надо пробовать, и если вы мне не верите, то вот будет подходящая погода. Если у вас есть где-то оффлайн, нанесите, попробуйте, и потом придите, расскажите мне, потому что он раскрывается при правильной погоде просто невероятной влажной зеленью и влажными слегка пахнущими цветами. Знаете, вот есть такие цветы, которые пахнут, только если в них уткнутся носом, или если их очень много вокруг вас. Вот как раз к таким я отношу фрезию и магнолию, которые здесь присутствуют. Также здесь ощущаются ландышевые ноты. Я не помню, обещает ли нам ландыш пирамида, но сейчас в целом не особо увлекаюсь изучением пирамиды, но для меня здесь просто топ влажная зелень и влажные цветы. Звучит невероятно, и он как раз такой очень обволакивающий, он далеко слышен, и да, обращающий на себя внимание безусловно. Конечно, опять же, это мой опыт, возможно, у вас какой-то другой, это нормально, это не значит, что кто-то пытается обмануть, поделитесь в комментариях, обсудим. Но в моем случае он производил какое-то невероятное впечатление на окружающих, и комментировали мне его абсолютно разные люди в положительном ключе, и подходили и коллеги, с которыми я мало общалась, и говорю, что это такое? И мой муж, который скептически относится ко всему, очень его похвалил. Ну и в целом, много я получала комментариев именно на этот аромат, при этом, ну действительно, ты ощущаешь, что это не какой-то удушающий шлейф, это вот тот самый изящный, переливающийся шлейф. Обожать! Что ж, на этом у меня все, я надеюсь, что моя подборка оказалась для вас интересной. Делитесь в комментариях вашим опытом, возможно, есть что сказать по ароматам, про которые я рассказала, возможно, у вас есть какие-то свои ароматы, которые вы считаете достаточно тонкими и деликатными, ненавязчивыми, но которые при этом оставляют за собой длинный шлейф. Будет очень интересно обсудить. Всем спасибо и пока!